Всем привет! Сегодня мы вновь не будем вас грузить обзорами компьютеров. В этом видео мы расскажем все, что успели понять об отеле в Турции в районе Белек. Клаб Мега Сарай. Были мы в отеле Семье не в сезон, в даты с 27 марта и по 2 апреля. Если коротко об отеле, то это 5 звезд, питание по системе Ультра все включено, а от аэропорта в городе Анталии до отеля нас везли ровно 30 минут общим трансфером. Близкое расположение к аэропорту было для нас основополагающим фактором, так как с 8-месячным ребенком на руках ехать куда-то дальше мы не хотели. Наличие территории и первая береговая линия, безусловно, также были для нас важны. Приехали в отель мы в 8.20 утра, номер получили в 11.05. Никаких денег не вкладывали в паспорта, и тем удивительно, что получили двухкомнатный номер, оплачивая однокомнатный клабрум. Старшая дочь была просто в восторге от того, что у нее будет своя комната со своим телевизором. Наличие бесплатного сейфа в номере автоматически избавляет отель от негатива в отзывах, что у кого-то что-то украли, и это великолепно. Пополняемый мини-холодильник каждый день однозначно тоже отнесем к плюсам. Система качества в отеле работает таким образом, что, например, уборка в номере происходит в несколько этапов. Сначала убирают мусор, пылесосят, меняют, если требуют полотенца. Затем уже другой персонал разводит напитки, соки, коктейли молочные, соленые палочки и шоколадки, то есть все, что есть в холодильнике. И позднее уже обходит человек и спрашивает, убрались ли у вас в номере, всем ли вы довольны. Так как номер оборудован кнопочками, прошу убраться или же не беспокоить, тем, кому лишнее внимание не требуется, могут избавиться от общения, или же наоборот. Если говорить про питание в отеле, то на канале ранее выходили видео про завтрак, обед и ужин. Позднее выйдут видео про питание вне главного ресторана, а именно в кондитерской и на пляже. Также отдельно выйдет видео про все, что есть в отеле для детей, поэтому в данном обзоре мы лишь коротко скажем, так как здесь нас не кормили нигде. Правда, говоримся, в билете мы оказались впервые. До этого 4 и 5 звездочные отели были в Седе и Валане. Кормят здесь разнообразно и вкусно. Наличие в отеле уголка гриля делает обед и ужин максимально приближенными по вкусу, привычным нам вкусу шашлыка. Не будем зацикливаться на питание, акцентируя внимание на том, что нам показалось очень правильно. А именно в номере, на пляже, у анимации, у баров есть кругом таблички «Не курить». У входа в коттеджики таблички «Не шуметь», что надо уважать отдыхающих. Для тех же, кому нужна тишина, есть релакс-пул. Это бассейн, куда детям до 12 запрещено появляться. У бассейна при нас люди просто загорали, почитывая книжки, которые можно взять в кондитерской на втором этаже. У бассейна есть свой аппарат для чая и кофе. Для детей же есть свой городок, собственно, аквапарком, но об этом позднее выйдет свой обзор. Понравилось то, что если вам вдруг не хватило лежака, вы спокойно можете поставить его там, где вам надо. Например, под окнами своего номера или же на газоне. Там, где вам будет удобно загорать. Главное, не навреди местным черепашкам. Лежаков в отеле просто море. Нам не показалось, что в отеле есть нужда в сезон, бегать в 6 утра и занимать лежаки полотенцами. Что также положительно скажется на рейтинге отеля. Обслуживание в отеле, будь то на ресепшене, или же в барах, или столовой, на высшем уровне. Все понимают по-русски, и в отличие от арабских стран, никто не клянчит из тебя доллар-другой. Для примера, мы подошли на ресепшен, узнавая, сколько надо заплатить, чтобы получить чайник в номер. Человек пожал плечами и сказал, нисколько. Уточнил наш номер, и все. Пока мы пили молочный коктейль в кондитерской по дороге в номер, вернувшись, чайник уже был на столе у телевизора. Если говорить про массаж, то тут чуть ли не впервые супруга заказала после первого еще серию массажей. Настолько хорошо его тут делают. Даже две сауны имеют две разных температуры. Одна попрохладнее, чтобы вы могли зайти с ребенком, вторая пожарче. Крытый бассейн, кстати, оборудован спуском для инвалидов. И, к слову, везде у баров, в районе пляжа, как и для детей, так и для инвалидов, есть свои туалеты. То есть управление отеля делает все, чтобы отдых удался всем категориям граждан. Здесь не будет скучно ни молодежи, ни семьям с детьми, ни пенсионерам. Отель, кстати, в отличие от большинства отелей Белека, не заигрывает с вами на теме элитного отдыха с гольфом. Фишка отеля – это большой теннис. Здесь часть кортов находится перед главным корпусом, и часть в трех километрах на бесплатном автобусе. Всего 43 корта с разным покрытием. В этом году, как нам сказали, отель открылся раньше, из-за какого-то там турнира по теннису. Мы уточнили на ресепшене работу для них в декабре-январе. Увы, в декабре, январе, февраль отель закрыт. Проходят плановые приведения в порядок территории. А территория здесь огромная. Все ухожено и продумано. Даже наличие в отеле кошек со своим домиком, по сути, это контактный зоопарк для детишек. Только в отличие от черепашек, кошки еще и охотятся, ловят мышей и гоняют ящериц. Кстати, тем, кто с коляской, неудобно будет подниматься на второй этаж в главный ресторан. Согласно указательным, справа есть лифт, как раз рядом с кошачьим домиком. Поднявшись, вы как раз окажетесь у детского ресторана, который грамотно открывается на полчаса ранее основного, чтобы вы могли накормить сначала своих детей, а потом подкрепиться и самому. Детские стульчики по умолчанию прикрыты полиэтиленовой пленкой, под которой вы найдете одноразовый слюнявчик, и влажную салфетку. Наличие блендера и микроволновки также делают нахождение в отеле с младенцами комфортабельным. Откровенно говоря, даже не знаем, к чему придраться в отеле. Все так непривычно, мило и опрятно, что надо именно докапываться к мелочам. Кому-то покажется, что номера не самые свежие, но давайте на чистоту, при желании в любом отеле можно найти отвалившуюся штукатурку или битые углы стен, ржавую сантехнику. Но черт возьми, вы же приезжаете отдыхать, а не играть в ревизоры. В отеле настолько все продумано, что даже есть небольшой домик, где вы можете оставить то, что вам уже не надо, будь то книга, одежда или игрушки. Туалеты блестят не только на ресепшене, но и у баров и на пляже. Пляж каждое утро чистят. При нас мы неоднократно видели, как брали пробу воды в бассейнах, в том числе и в крытом. То есть отелю не все равно, подхватите воротовирус или нет. Ну и главный плюс отеля это бесплатный вайфай на всей территории. Можно быть на пирсе и по ватсапу трендеть с видео с вашими друзьями или родственниками. Сначала нам показалось, что ресепшен малова для такого большого отеля, но именно бесплатный вайфай везде не вынуждает вас бегать на ресепшен, чтобы отправить сообщение вашим близким. И даже тут отель продумал мелочи. На ресепшене кругом есть возможность подзарядить свой гаджет. То есть если вы сдали в 12 часов дня номер, а забирать вас в 17, как было у нас, то вы не обламываетесь от того совсем. Вы можете перекусить в пулбаре, на пляже, в главном ресторане, даже сдав номер. Браслетов отель не имеет. Есть детские комнатки, где вы можете сменить памперсы и подогреть питание младенцу. И повторимся, никто не просит с вас чаевых. Отель работает на вас и это здорово. Да, нам не очень повезло с погодой, но даже при этом супруга заявила желание вернуться сюда еще раз, ибо отель откровенно лучший из всех, где мы были. А мы бывали и в Тунисе, и в Египте, и в той же Турции мы были уже в шестой раз, в том числе и в пятерках. Спасибо отелю, что дал нам понять, за что люди платят такие деньги в сезон, что они получают и как их здесь любят. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы я смог по ночам летать. Холодный полуады, мой человек, меня-то прочти, мои глаза к нам волнами тени, до тебя я был с изничий. Я все однажды годами копил, а там за кордоном мечты. Половина моя, ты не выкинь меня, я сам не найду выходя из темноты. Ведь именно ты нашла, чего другие не смогли. С тобой я в отрыв, с тобой настоящим стало живым. Дикий, дикий кайф, ангел с неба любил тайну. Сердце тихо так, когда в сердце моя дама. Ты мой самый дикий кайф, самый дикий кайф. В воле улетаем, прячемся в дыму. Ты мой самый дикий кайф, самый дикий кайф. Готовь все потерять, чтобы остаться одному. Ты мой самый дикий кайф, самый дикий кайф. В воле улетаем, прячемся в дыму. Ты мой самый дикий кайф, самый дикий кайф. Готовь все потерять, чтобы остаться одному. Самый дикий кайф, подлечи меня, научи любить, включим легкий бит. Будем в гора, самый дикий взгляд. Глаза как янтарь, в пакетах не легалась Но это не криминал Дамы до толого рядом Пусть говорят что угодно, что ты потерялась Мим эти глаза, как взгляд у волка Мы улетали за койт За панорамные окна, два силуэта Посреди неба, пау-пау-пау-паутина Сумеречные дни, моя полна половина Думаю, они по-мо-по-мо-по мотивам Жизнь меня катила, баловала, но хватило Ты только мне верь Ты вроде гриза пьяная Ты будто из гриза вся моя Става была убийца Джана Ты моя самая, 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 самая Ты мой самый дикий гайев, самый дикий гайев В воле улетаем, качемся в дыму Ты мой самый дикий гайев, самый дикий гайев Готов всё потерять, чтобы остаться одному Ты мой самый дикий гайев, самый дикий гайев В воле улетаем, качемся в дыму Ты мой самый дикий кайф, самый дикий кайф Готов всё потерять, чтобы остаться одному Ты мой самый дикий кайф, самый дикий кайф Пуля улетает, прячется в темно Ты мой самый дикий кайф, ты мой самый дикий кайф Готов всё потерять, чтобы остаться одному Продолжение следует...